Продолжение следует... 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 Заикаетесь. Да когда ж я заикалась? У меня очень чистая, нормальная речь. Вот в этом-то и есть ваша ошибка. Видите? Вы даже от напряжения начинаете покрываться красными вятами. У вас еще не похолодели? Да нет! А что? Так, это мое предположение. Мне кажется, вам уже тяжело дышать. Лучше сядьте, а то вы можете улыбаться. Зачем это? Зачем? Ну вот, теперь отдохните. Ну и что? Тихо-тихо, не напрягайте голоса, не связывай. Я постараюсь облегчить вам учиться. Вы меня пугаете. Дружочек милый, ну я же хочу вам помочь. Так. Вот. Возьмите это. Ну глотайте, глотайте. Доктор, что вы мне дали? Ну, обратите, лихватка. Ничего-ничего, успокойтесь. Это средство верное. Доктор. Мне жарко. Жарко? И все кажется мне зеленого цвета. Зеленого цвета. И кружится. Да-да, дружочек милый. Сейчас вы убрете. Доктор, что вы говорите? Ой, доктор. Доктор, мне что-то очень сложно дышать. Мне сложно дышать, доктор. Доктор, я не могу. Мы проглотили светом, не ступи, люблю. Доктор? Доктор, помогите. Доктор, дышать дайте мне. Доктор, дайте мне. Замолчала. И не дышит. Значит, уже умерла. Умерла. Так и не найти ответов на свои вопросы. Да. Мы, врачи, должны всесторонне следовать и время смерти. Да. Я вытащил из головы шаг. Я вынул из головы шаг. Я вынул из головы шаг. Я вынул из головы шаг. Полож его обратно. Полож его обратно. Положь его обратно Положь его обратно Нет, не положу Нет, не положу Нет, не положу Нет, не положу, но и не клади Друзья, потише Ну и не клади Вот и не положу Вот и не положу Ну и ладно Ну и ладно Ну и ладно Вот я и победил Вот я и победил Вот я и победил Победил и успокойся Нет, не успокоюсь Нет, не успокоюсь Нет, не успокоюсь Хоть ты и математик А честное слово, ты Не умен Нет умен Не знаю очень много Нет умен Не знаю очень много Нет умен Не знаю очень много Много Только все ерунду Нет, не ерунду Нет, не ерунду Нет, не ерунду Надоело мне с тобой Препираться? Нет, не надоело Нет, не надоело Нет, не надоело Аплодисменты Большим любителям всяческой символики И в частности египетской и масонской И вот сейчас я предлагаю вам прослушать стихотворение Полное всяческих таинственных символов В исполнении Лауры Колес Там сбоку круто, если его покрутить, можно опустить Я не выберусь отсюда, чтобы это сделать Слышно, да? Храпа есть в конце голос Подобный хрипу запятым Подушку спутанных волос Перекрести ключом святым Из головы цветок взрастет Сон ли это? Или смерть? Зверь тетрадь мою листает Червь глотает ночь из бердь Там пух петухов На Глинкин плац Осел шатром из пушки Бац! Сон уперся на бедро Ветер западный Бедро О, статуя всех статуй Дням дыхания ростатуй Леса лужи протекли Где грибы вам худяки Молви людям Пустяки Мне в колодец огнуться Мрамор духа холодить Я невеста земляка Не в силах по земле ходить Во мне живет младенца тяжесть Жесть неба сгинь Отныне я жесть И медь, и кобальт, и пружина В чугун проникли головой Оттуда сталь кричит Ножи на И тигра хвост маховой И все же Бреду я беременная Батюшка Это ремень, но не я Батюшка Это ремень, но не мать Будут тебя, мой голубчик Будут тебя, мой голубчик Сосны тогда обнимать Сказала и упала А эхо крикнула Магога И наступила ночь купала Когда трава глядит на Бога Дваневских пересек Лечащий Пустя по воздуху Канатик И паровоз дышал Шипящие в глаза Небесных математик Ответил Бог На камне плоском Стоял земляк Он трубку курил Его глаза Залепленный воском Мне плохо видно Он говорил Куда ушла Моя статуя Мое светило И светил Один на свете Холостуя Взоры к небу Привинтил По ударам сердца Счет Время ласкою течет По часам И по столу По корням И по стволу И отмечу я В тетради Встречу статуя с тобой Тебя ради Жизнь сделаю рабой Тебя ради Встану рано Лягу в воду По лопатке Леги Неги Деги Веги Боги Ноги Нуги В буги И сполтал И дунул дух Полон хлеба Полон мух Кто подышит Не упи Мама воздуха Купи Я гора А ты песок Ты квадрат А я высок Ты огни А я снаряд Скоро звезды Загорят Мама воздуха Не даст Атмосферы Тонок пласт Блещут звезды Как ножи Мама Бога покажи Ты челнок А я ладья Ты щенок А я судья Ты штаны А я подол Ты овраг Я тихий дол Ты земля А я престол Во имя Отца и Сына Святого Духа Аминь Аминь Человеческая память Это неизученный феномен И вот многие психологи считают Что когда человек что-то забывает Это значит, что он намеренно это забыл Потому что ему это не нравилось Но я считаю Что если кто-то один что-то забыл Значит кто-то другой что-то вспомнил И вот об этом А также о том, что бывают не только коты без улыбок Но и улыбки без котов А также кошки на воздушных шарах Вам расскажет Лиза Зайкова Забыл, как называется Один англичанин никак не мог вспомнить Как эта птица называется Это говорит крюкица Ах нет Не крюкица, а кирюкица Или нет, не кирюкица, а кукрикица Или нет, не кукрикица, а кирикрюкица А хотите, я вам расскажу рассказ про эту крюкицу То есть не крюкицу, а про кирюкицу То есть не про кирюкицу, а про кукрякицу Фу ты Не про кукрякицу, про кукрикицу Нет, не про кукрикицу Курикрюкицу Забыл Забыл, как называется А то бы обязательно вам рассказал про эту кирикурку кукрекицу Несчастная кошка порезала лапу Сидит и не может ни шагу ступить Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу Воздушные шарики нужно купить И сразу столпился на рогу-то дороги Стоит и кричит, и на небо глядит А кошка от счастья идет по дороге От счастья по воздуху плавно летит Ну, видимо, Виктор Олегович не приехал И поэтому, чтобы заполнить эту паузу Я сам прочитаю стихи Мама-няма-аманя Гахи глели на меня Сынды плавали во мне Где ты, мама, мама-няма? Мама-няма, мама-дома, мама-мет Во болото, во овраг Волетает тетер-вак Тертый тетер на таку Твердый пламень едоку Твердый пламень едока Ложки-вилки рот развей Стяг осторожен, но пока Звитинь-звитинь соловей Сао-со-си-осе Коги-доги до ноги Накил тыкал, мыкал, выкал Мама-няма, помоги Ибо сынды мне внутри Колят пики не понять Ибо Гахи раз, два, три Хотят девочку отнять Антон и Мария Стучался в дверь Антон Бобров Со дверью в стену взор направив Мария в шапочке сидела В руке блестел кавказский нож Часы показывали полдень Мечты безумные оставив Мария дни свои считала И в сердце чувствовала дрожь Смущен стоял Антон Бобров Не получив на стук ответа Мешал за дверью взглянуть Тайком в замочной скважине платок Часы показывают полночь Антон убит из пистолета Марию нож пронзил И лампа не светит больше в потолок Все А теперь Как известно По русским традициям А именно Я бы даже сказал По славянским традициям В баню принято ходить Не реже раза в неделю Ну Кто как А вот например Максим Будущих Нам сейчас расскажет о том Как ходил в баню Харпс Баня Это отвратительное место В баню Человек ходит голым А быть в голом виде Человек не умеет В бане Ему некогда об этом подумать Ему нужно тереть мочалкой свой живот И мылить подмышками Всюду Голые пятки И мокрые волосы В бане пахнет мочой Веники бьют Ноздреватую кожу Шайки С мыльной водой Предмет общей зависти Люди дерутся ногами Стараясь ударить Соседа по челюсти В бане Люди бесстыдны И никто не старается Быть красивым Тут все на показ И отвеслый живот И кривые ноги И люди бегают Пригнувшись Думая, что это к приличней Недаром Считалось когда-то Что баня служит храмом Нечистой силы Я не люблю Общественных мест Где мужчины И женщины Порознь Даже трамвай Приятнее бане Еще готовьте Свои мозги Не теперь Это Есть Это То Есть То Это Не то Это не есть Не это Остальное Либо это Либо не это Все Либо то Либо не то Что не то И не это То не это И не то Что то И это То и себе Само Что себе Само То может быть То Да не это Либо это Да не то Это Ушло в то То ушло в это Мы говорим Бог Дунул Это Ушло в это То Ушло в то И нам не откуда выйти И некуда прийти Это ушло в это. Мы спросили, где? Нам пропели. Тут. Это вышло из тут. Что это? Это то. Это есть то. То есть это. Тут есть это и то. Тут ушло в это, это ушло в то, а то ушло в тут. Мы смотрели и не видели, а там стояли это и то. Там не тут. Там то. Тут это. Но теперь там это и то. Но теперь и тут это и то. Мы тоскуем и думаем и томимся. А где же теперь? Теперь тут. А теперь там. А теперь тут, а теперь там, а теперь там и тут. Это быть то. Тут быть там. Это то. Тут там быть. Я. Мы. Бог. Ну вот бытует мнение, что хорошо спит тот, чья совесть чиста. Например, вот он заплатил налоги. Ты вот заплатил налоги? Я проверю. Ну и поэтому, чтобы совесть перед сном была чиста, надо помолиться. И об этом нам расскажет Мария Жогова. Господи, пробуди в душе моей пламень твой. Аспяти мне, Господи, солнцем твоим. Золотистый песок разбросаю ног моих, чтобы чистым путем шел я к дому твоему. Награди меня, Господи, словом твоим, чтоб гремело оно восхваляя черток твой. Что еще? Поверни, Господи, колею живота моего, чтобы двинулся паровоз могущества моего. Отпусти, Господи, тормоза вдохновения моего. Успокой меня, Господи, и напои сердце моим источником дивных слов твоих. Я сегодня лягу раньше, раньше лампу погашу. Но зато тебя пораньше разбудить меня прошу. Это просто удивление, как легко меня будить. Ты поставь на стол варенье, и я проснусь в одно мгновение. И я проснусь в одно мгновение, чтобы чай с вареньем пить. Шар — это лучшее геометрическое тело. Если бы я был верховным математиком, я бы отменил все другие тела. И вот, например, даже сфера, то есть площадь шара, она прекрасна. Знаете почему? Потому что все точки площади равноудалены от центра, что показывает высокое предназначение сферы и шара. И вот именно об этом, как мне кажется, нам расскажет Анна Боярко. Я буду считать. Мне все противно. Миг и вечность меня уж больше не прельщают. Как страшно, если миг один до смерти, а вечно жить еще страшнее. А к нескольким годам я безразлична. Тогда возьми вот этот шарик. Научную модель вселенной. Но никогда не обольщай себя надеждой, что форма шара — истинная форма мира. Действительно, мы к шару чувствуем почтение. И даже перед шаром снимем шляпу. Лишь только то высокий смысл имеет, что узнает в своей фигуре бесконечность. Шар — бесконечная фигура. Мне кажется, я просто дура. Но что такое шар? Шар деревянный — просто дерево обрубок. В нем смысла меньше, чем в полене. Полено лучше тем, что в печь хотя бы легче лезет. Однако я соображаю. Планеты все шарообразные. Тут есть над чем задуматься. Но я бессильна. Однако я тебе советую подумать. Чем ниже проявление природы, чем дальше отстоит оно от формы шара. Сломай кусок обыкровенного гранита, и ты увидишь острую поверхность. Но если ты не веришь мне, голубка, то ничего тебе сказать об этом больше не могу. Ах, нет, я верю. Я страдаю. Умом пытаюсь вникнуть в суть. Но где мне силы взять, чтобы уловить умом значение формы? Я женщина, и много скрыто от меня. Моя структура предназначена природой. Не для раскрытия тайн небесных. К любви стремятся мои руки. Я слышу ласковые звуки. И все на свете мной забыто. И время конь, и каждое мгновение копыта. Все погибло, мир бледнеет. Звезды рушатся с небес. День свернулся, миг длинеет. Гибнут камни, сохнет лес. Только ты стоишь, учитель, неизменную фигурой. Что ты хочешь, мой мучитель? Мой мучитель белокурой. В твоем взгляде светит ложь. Ах, зачем ты был ложь? Мне кажется, что курить вредно. Как вы считаете, товарищ Васильев? Так, кто еще, товарищ Васильев? И вот, самой главной проблемой курения, я считаю, даже не то, что табак очень дорогой. А что вот ты увидел что-то такой красивый-красивый, побежал за ним и не догнал. А почему не догнал? Потому что легкий, грязный. И ты не догнал его, задохнулся на полдороге. И вот, разбор полетов проводит специалист от Минздрава Екатерина Лид. Всем добрый вечер. Как уже сказал Никита, курение вредно. И Данила Хармс говорит нам о том же самом. В общем, о вреде курения. Надо бросить курить, чтобы хвастаться своей силой воли. Приятно, не покурив неделю, и уверившись в себе, что сумеешь удержаться от курения. Прийти в общество Липавского, Олейникова и Заболоцкого, чтобы они сами обратили внимание на то, что ты целый вечер не куришь. И на вопрос их, почему ты не куришь, ответить, скрывая себе страшное хвастовство. Я бросил курить. Великий человек не должен курить. Хорошо и практично, чтобы избавиться от порока курения, использовать порок хвастовства. Винолюбие, чревоугодие и хвастовство – меньшие пороки, нежели курение. Курящий мужчина никогда не находится на высоте своего положения, а курящая женщина способна положительно на все. Поэтому, товарищи, бросим курить. Что это было? Я шел зимою вдоль болота, в галошах, в шляпе и в очках. Вдруг по реке пронесся кто-то на металлических крючках. Я побежал скорее к речке, а он бегом пустился в лес. К ногам приделал две дощечки, присел, подпрыгнул и исчез. И долго я стоял у речки, и долго думал, сняв очки. Какие странные дощечки и непонятные крючки. Спасибо. Пятнадцать секунд музыки. Акапелло. Так пели бы Игорь Николаев и Наташа Королева, если бы они были профессорами религиоведения. Но, к сожалению, они ими не были и не будут, наверное. Ну, хотя кто знает. А вот о непростых взаимоотношениях дельфина и морского коня, а также о жизни, вселенной и всем остальном, рассказывает Элина Мирдин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Когда дельфин с морским конем Игру затеяли вдвоем, А скалы бил морской прибой, И скалы, мол, морской водой, Ревела страшная вода, Светили звезды, шли года. И вот настал ужасный час, Меня уж нет, и нету вас, И моря нет, и скал, и гор, И звезд уж нет, один лишь хор Звучит из мертвой пустоты, И грозный бог для простоты Скочил и сдунул пыль веков, И вот без времени о ком Летит один себе сам друг, И хвал кругом, и мрак вокруг. Ну и еще одно из стихотворений о нашей культурной столице. Уже блинеет и светает Над Петропавловской иглой, И снизу в окна шум влетает Шуршание дворника метлой. Люблю домой мечтаний полным И сонным целом, чья хлад Спешит по улицам безмолвно, Еще сквозь мертвый Ленинград. Иерархия и субординация — это достаточно сложная штука. Вот вроде и не видно между двумя людьми разницы, А вот один начальник, а другой — подчиненный. И вот сейчас о непростых взаимоотношениях в иерархии цифр Рассказывает Константин Васильев. Он очень боялся сегодня выступать и попросил меня принести каску. Вот она, каска. Бери, дорогой. Рахатлаку моей души. Ну так вот, очень забавный случай случился со мной. Я вдруг забыл. Забыл, что идет раньше. Семь или восемь. Но я пошел к соседям. Пошел к соседям и спросил у них, что они думают по этому поводу. Каково же было их и мое удивление, Когда они обнаружили, что тоже не могут вспомнить порядок счета. Один, два, три, четыре, пять, шесть — помнят. А дальше — сабыли. Ну, мы все вместе пошли в коммерческий магазин «Гастроном». На углу улиц Знаменской и Бассейной. И спросили у кассирши. Кассирша. Кассирша груз улыбнулась, Вынула изо рта Маленький молоточек. И слегка подвигав носом, Сказала. По-моему, семь идет после восьми, В том случае, когда восемь идет после семи. Мы поблагодарили кассиршу И радостно вылежали на улицу. Но потом, вспоминая ее слова, Мы опять приуныли. Потому что Ее слова Показались нам лишенными Всякого смысла. Мы пошли в летний сад И стали там Считать деревья. Но На счете шесть Мы все встали И начали спорить, Что было дальше, семь или восемь? Ну, по мнению одних, Дальше следовало, соответственно, семь. По мнению других Восемь. Мы бы Спорили так очень долго. Но По счастью Тут со скамейки Свалился какой-то ребенок И сломал себе обе челюсти. Это отвлекло нас от нашего спора. А потом Все разошлись по домам. Это все, конечно, хорошо. Но я вам не рекомендую забывать, Что цифра восемь делится на четыре без остатка. А поэтому это число лучше. И вообще оно во всех отношениях очень хорошее. А теперь, чтобы отвлечь вас от этих грустных мыслей, О том, что восемь делится на четыре без остатка, Я решил пригласить еще раз на эту сцену Маришу, чтобы она прочитала вам еще немного литературных анекдотов. Я ленивая, я как всегда сижу. Однажды Чернышевский увидел из окна своей мансарды, Как Лермонтов скачал на коня и крикнул В пассаж! Ну и что же, подумал Чернышевский, Вот бог даст, революция будет! Тогда и я так крикну. И стал репетировать перед зеркалом, повторяя на разные манеры. В пассаж! В пассаж! В пассаж! В пассаж! Гоголь читал драму Пушкина Борис Грынов и приговаривал Ай да Пушкин действительно, сукин сын. Однажды Гоголь переоделся Пушкиным и пришел в гости к Вяземскому. Выглянул в окно и видит Толстой Герцена костылем лупит, А кругом детишки стоят, смеются. Он пожалел Герцена и заплакал. Тогда Вяземский понял, что перед ним не Пушкин. Пушкин часто бывал у Вяземского, Подолгу сидел на окне. Все видел и все знал. Он знал, что Лермонтов любит его жену. Поэтому он считал не вполне уместно Передать ему Лиру. Думал, что чего послать за границу, не пустили. Сказали, не подлежит, имеет художественную ценность. А Некрасов ему как человек не нравился. Вздохнул и оставил веру у себя. Однажды Гоголь приоделся Пушкиным И пришел в гости к Державну Гавриле Романовичу. Старик, уверен, что перед ним и впрямь Пушкин, Скотя в гроб, благословил его. Пушкин шел по Тожскому бульвару И встретил красивую даму. Подмигнул ей, а она как захохочет. Не обманывайте, говорит Николай Васильевич, Лучше отдайте три рубля, Что вы до вечера в буримой проиграли. Пушкин сразу догнался, в чем дело. Не отдам, говорит, дура. Показал язык и убежал. Что потом Гоголю было? Пушкин был не то, что ленив, А склонен к мечтательному созерцанию. Тургенев же хлопотом ужасно, Вечно одержим жаждой деятельности. Пушкин на тему частенько злоупотреблял. Бывало, лежит на диване, входит Тургенев. Пушкин ему, Иван Сергеевич, Не в службу, а в дружбу. За пивом не сбегаешь. И тут же спокойно засыпает обратно. Знает, не было случая, что Тургенев вернулся. То забежит куда-нибудь петицию подписать, То на гражданскую панихеду, А то испугается чего-нибудь и увидит баден-баден. Без пива же Пушкин остаться не боялся. Слава богу, крепостные были. Было кого послать. Тургенев хотел стать храбрым, как Лермонтов, И пошел покупать саблю. Пушкин проходил мимо магазина и увидел его в окно. Взял и закричал нарочно. Смотри-ка, Гоголь. А никакого Гоголя с ним рядом не было. Смотри-ка, смотри. Тургенев саблю покупает. Давай мы с тобой ружье укупим. Тургенев испугался и в ту же ночь уехал в баден-баден. Однажды Гоголю подарили канделябр. Он сразу нацепил на него покинбарды и стал дразниться. Эх ты, лира недоделанная. Пушкин сидит у себя и думает. Я гений, и ладно. Гоголь тоже гений. Но ведь и Толстой гений. И Достоевский царствие ему небесное гений. Когда что кончится? Тут все и кончилось. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА